Часто на форум-хаус идет обсуждение и задают вопросы, возможно ли содержать кур в гараже, выращивать бройлер в гараже, что для этого нужно. В принципе, по большому счету, особо никаких условий для этого специальных не нужно. Вот, к примеру, обычный гараж, размер его 6х3,5, и он именно использовался для машины. Мы его переоборудовали в курятник. Вот здесь у нас размещены молодняк-несушек, бройлерные клетки стоят, ворота, просто зашиты ворота. Каркас сделан с утеплителем, чтобы не поддувало. Простое помещение, абсолютно никакого дополнительного обогрева здесь нету. Дополнительного обогрева в плане специального, как в домах, от котлов. Здесь потолочные обогреватели инфракрасные. Также можно повесить обычные обогреватели электрические. И если вы завели кур и достаточное количество, они как бы и сами будут дополнительно отапливать это помещение. Куры и бройлеры содержатся в клетках нашего производства, но мы сами делаем эти клетки. Здесь основное, скажем так, немаловажное, что использовалось в клетке. Это возможность, в первую очередь, это дезинфекции после каждой посадки птицы. И полной дезинфекции раз в год, если это клетки, допустим, для несушек, то необходимо, тоже немаловажно для птицы, раз в год их хорошо умыть и дезинфицировать. Здесь в клетках для бройлеров установлены съемные полы, которые после каждой посадки бройлеров можно вытащить отдельно, отнести и помыть. Или раз в год разобрать эту клеточную батарею. Все просто ярусы снимаются. Каждый ярус можно также использовать отдельно, если необходимо вам в хозяйстве. Можно один ярус просто поставить отдельно или собрать клеточную батарею из трех. Также, если есть необходимость, можно разобрать клетку, снять отдельно ярусы одним человеком, вынести на улицу и промыть мойку высокого давления или даже обжечь паяльные лампы. Потому что никаких пластиковых элементов здесь, кроме паилок, не присутствует. Это очень важно для птицы. Также в каждой клетке сделаны по два поддона для помета. Это сделано для того, чтобы удобнее было убираться, не вытаскивать большой поддон, а чтобы два поддона, чтобы даже, скажем так, женщина могла убраться в птичнике. Здесь вот в клетках для несушек, они оборудованы яйцескатом, то есть яички выкатываются вот на это место. Здесь также отбортовочка, чтобы избежать насечки на яйце. Клетки также оснащены выпильной системой паения, то есть установлен бак. В баке установлен поплавок а-ля унитаз. Вода поступает автоматически, соответственно, не нужно бегать каждый раз с ведрами, доливать воду. И она распределяется уже по всей системе, и таким образом вы избавляете себя от лишней работы, лишней тяжести таскания. Также верхние ярусы, они могут комплектоваться сеткой 12,5 на 25 из двойки, что обеспечит использование верхних ярусов, как брудер, для суточного молодняка. То есть если подвесить к потолке инфракрасную лампу, то это у вас получается полноценный брудер. После того, как птица подросла, вы просто рассаживаете ее на нижний ярус. Таким образом вы избавляете себя от лишних трат на дополнительное оборудование. Также клетки для содержания корней сушек. Они подходят для содержания из петухами, есть для родительского стада или для мелких пород. В клетке сделано большое лицевое отверстие для того, чтобы петухи спокойно могли просовывать свои головы, питаться полноценно, невзирая на свой большой гребень. Потому что если повреждается гребень, петухи, скажем так, по моему мнению, чувствуют себя несколько ущербно. И это у них довольно-таки болезненное место, опять же, на мое ощущение, потому что неоднократно наблюдал. Это спорный, конечно, вопрос, но тем не менее я так считаю. Посадка птицы. Кормушка. Она сделана с отбортовочкой от разбрасывания корма. Также она является запирающим механизмом для дверки. Клетки вообще легкие. Клетка весит в районе 17 килограмм всего-навсего. Поилочки можно переставить на разную высоту, в зависимости от того, какого возраста птица содержится. Также внутри клетки сделаны отбортовочки по бокам, чтобы помет попадал в поддон и как можно меньше разлетался по сторонам. Здесь у нас будут размещаться маточные стадо мини-мясных. Решили мы большую часть, все-таки основную часть мини-мясных разместить в таких клетках. Это наши тоже клетки для родительского стада. Они имеют большую высоту для содержания вместе с петухами, чтобы оплодотворяемость яиц была лучше. При правильном рационе питания, кормлении птицы, полнорационном питании, содержание в таких клетках птица несет регулярно яйца, яйца с хорошей оплодотворяемостью. Это мы экспериментировали на разных моделях клеток, изготавливали разные вариации. Пришли именно к этой модели. Она опробована, уже протестирована у нас. Поэтому мы сейчас комплектуем все свое хозяйство именно таким моделем клеток для родительского стада. Это мастерская, где я проектирую, изготавливаю вместе с супругой клетки. Основное помещение для сборки, раскроя. Часть клеток изготавливается на станках с ЧПУ. Здесь происходит и проектирование их, и разработка новых моделей, и также сборка, комплектовка и так далее и тому подобное. Все оборудование, которое здесь имеется, в принципе, это большая часть советской промышленности. Часть найдена по свалкам. И она же восстановлена, приведена в рабочее состояние. Здесь два кривошипных пресса. Один электрический, другой механический. Сверлильные станки, угловосечные станки. Ручной резак стоит для небольших каких-то заготовок. Также сзади меня ручной листогиб стоит сегментный. И ручная ножная гильотина для резки металла. С помощью этого оборудования происходит изготовление тех клеток, которых вы видели. В своем хозяйстве мы получили довольно-таки неплохие результаты от использования медицинского рециркулятора. То есть он представляет из себя бактерицидную лампу. Вот он размещен в обычной трубе. С одной стороны ставится вентилятор, и воздух прогоняется через лампу. Таким образом он обеззараживается и поступает обратно в помещение. Прелесть его в том, что можно использовать в присутствии птицы, человека. То есть он включается по таймеру приблизительно где-то 3 часа в день. Птица гораздо меньше стала даже простужаться, на наш взгляд. Сделать самодельно в домашних условиях не представляет никаких трудностей. Лампа отдельно продается бактерицидно. Она стоит в районе 400 рублей, и плюс вентилятор в районе 400 рублей и труба. Зерно и комбикорм, какие-то компоненты, которые используются для кормления нашей птицы, мы храним вот в таких бочках. Чем они хороши? Во-первых, они довольно-таки дешевые, стоят от 300 до 500 рублей всего. Здесь сделаны 3 ножки из остатков металлолома. Здесь сделана вот такая вот дверка. В бочке вырезано отверстие приблизительно где-то 15 на 15 сантиметров. Простая заслонка из оцинковки, которая позволяет насыпать из бочки комбикорм, не лазая в бочку, не перегибаясь. Без лишних открывается, насыпается комбикорм или зерно, и в ведре относятся к кормить птицу. Это удобно. Чем еще? Во-первых, соответственно, из-за того, что железная бочка, соответственно, грызуны, не лазят в мешки, не грызут в мешки. Это, во-первых. Во-вторых, с легкостью можно убраться под бочкой, там не скапливается грязь. И просто удобно. Также удобно, когда для хранения зерна используется, чтобы зерно, если оно сырое и не горело, нужно периодически пересыпать зерно, перемешивать его. Соответственно, если без дверки, это довольно-таки проблематично, надо из одной бочки в другую бочку. Здесь же мы можем спокойно открыть, пересыпать в ведро и обратно высыпать сверху. Таким образом, зерно перемешивается, и оно у вас не заплесневеет, и вы не потравите птицу. Гараж разделен на две части. В той части высшая мастерская. Там установлена итальянская клетка. Одни из самых лучших моментов, которые мне понравились, я использовал в своих клетках тоже. Клетка оснащена также автоматической системой паения, съемным полом, линией помета-удаления. Но линию помета-удаления, к сожалению, на вот таких вот клетках, на небольших, использовать невыгодно, потому что лента периодически рвется, и чтобы ее склеить обратно, нужно специальное устройство, которое стоит очень дорого. Поэтому, как вариант использования таких клеток, это использовать эту ленту как большой поддон. Куру и бройлеров мы выращиваем без применения какой-либо химии или антибиотиков. В первую очередь, эту продукцию едят наши дети. Как говорила бабушка, что если кура голову повесила, суп попросилась. Поэтому принципиально мы не пользуемся никакой химии, в том числе и для стимуляции роста. Все должно протекать в естественном процессе. Самое главное для птицы, это первое, это рацион питания, чистая вода и микроклимат. Если у вас возникли какие-то вопросы, заходите на форум-хаус, здесь вам всегда подскажут, расскажут, дадут какие-то необходимые советы, консультации. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!